Какими правами обладают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей? И куда можно обратиться, если эти права нарушены? Ответы на эти вопросы получили воспитанники и выпускники школы-интерната «Наш дом» в Томилине. В честь Всемирного дня ребенка для них провели круглый стол. Евгения Фомушкина в следующем году оканчивает школу-интернат «Наш дом». Как и всех выпускников, ее интересуют вопросы, связанные с предоставлением жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Я являюсь членом Совета выпускников Московской области детских домов. И выпускники каждый год к нам обращаются и спрашивают, и задают такие вопросы, какие я социальные гарантии имею при выпуске из детского дома. Для того, чтобы найти ответы на все вопросы и поделиться полезной информацией с другими, Евгения посетила круглый стол, организованный в честь праздника Всемирного дня правовой помощи детям. Девушка выяснила, что кроме предоставления квартиры и ежемесячных пособий, у детей данной категории есть преимущества при дальнейшем обучении и различные льготы по оплате услуг. Также они имеют право на получение денежных средств, на приобретение одежды, обуви и необходимых констоваров. А вот когда вы уже заканчиваете либо колледж, либо техникум, либо бус и становитесь выпускниками, приобретаете профессию, вот тогда вы получаете уже серьезную выплату. Это называется денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря. В размере для девушек 126 486 рублей, юноши получают чуть-чуть меньше, они получают 117 734 рубля. В ходе круглого стола воспитанникам и выпускникам школы-интерната рассказали не только об их правах, но и напомнили об обязанностях, в том числе в соблюдении Конституции и закона. В течение двух часов на вопросы отвечали квалифицированные юристы, представители правоохранительных органов, сотрудники управления образованием, а также специалисты управления соцзащиты. При возникновении тех или иных проблем, связанных с денежными выплатами или льготами, детям посоветовали немедленно обращаться в соответствующие инстанции. Луиза и Газарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.